Друзья, еще раз про подношения, про дары, про требы, как их оставлять, что оставлять, что это такое. Еще раз кратенько, что такое дары, то есть это некая дань, это ваша плата, это ваша благодарность за помощь высшим силам вам. То есть здесь можно благодарить своих предков, то есть это сила рода, духи рода, это могут быть любые божества, это может быть благодарность стихии, которая вам помогает, вода, огонь, земля, воздух. Это может быть дух леса, ну основные моменты я сказала, то есть это ваша благодарность за ваши чистки и за помощь. Что можно оставить в качестве благодарности? Опять-таки уже говорила, коротенькие видео выпускала, более длинные. Что можно оставить? Это продукты, это овощи, фрукты, это мед, это молоко, иногда сладости, какие-то конфеты, но как правило шоколадные. Это выпечка свежая и вообще желательно, да, чтобы, ну если брать выпечку, да, какие-то продукты питания, можно безусловно купить, но более мощно получится, если вы что-то приготовите сами, да, например, испечете хлеб. Еще раз хочу напомнить, когда вы будете оставлять еду, безусловно не появится, да, никакой там ни гномик, ни фея, ни дух и не будет есть вашу еду, потому что он ее не тронет. Да, то есть если там кто-то думает, ну или попытается, да, там оставить хитрый комментарий, что у кого-то, не знаю, там а-ля молоко убавилось, да, либо там какие-то, не знаю, там кто-то яблоко надкусил. Вот, это полный, конечно, бред, такого не бывает, потому что духи, да, ну любые сущности, скажем так, и низковибрационные, высокоибрационные, они питаются энергией. То есть почему еда, приготовленная вами, будет, да, более сильной, то есть тот посыл, да, ту энергетику, которую вы вкладываете, да, в приготовление, да, есть такая фраза, еда, приготовленная с любовью, то есть они это оценивают, да, любые божества, любые духи это оценивают. Конечно, они не будут, да, то есть они не будут кушать вашу еду в прямом значении этого слова, то есть они будут кушать вот эту энергию. Далее, где оставлять благодарность? Смотрите, здесь ещё такой важный момент. На самом деле, во-первых, всё зависит от степени чистки, скажем так. То есть если вы там снимаете какие-нибудь лёгкие порчи с глаза, здесь достаточно того, что вы можете покормить безумных кошек или собак. Вы можете покормить птичек, а-ля уточек. То есть точно так же вы покупаете хлеб, вы тоже тратите какие-то финансы, какую-то энергию. То есть происходит вот этот энергообмен. И вы кормите уток, не знаю, голубей, чай, кого хотите. То есть самая ещё такая, самая простая благодарность за помощь, за очистку, ну, как правило, всё-таки про очищение говорим, это покормить бездомных животных. Также можно оставить пожертвования, это либо благотворительность, либо в храме. Ну, опять-таки, если уже говорить про более серьёзные ритуалы для практикующих, опять-таки информация, где оставляются подношения. Я сейчас не буду говорить про кладбище, потому что, ну, скажем так, есть такая гипотеза, да, что дары можно оставить на кладбище, на перекрёстке, да, там где-нибудь на пустыре. Нет, мои хорошие, это откупы. Сейчас речь не про них, а именно, да, про требы. То есть всё-таки это, ну, это чисто светлые силы, никак иначе. Поэтому всё-таки помечу, речь сейчас именно об этом. Как правило, такие дары оставляются в лесу. То есть вы выбираете дерево, да, интуитивно. Здесь, опять-таки, тоже два момента, об этом я уже говорила. Ну, да ладно, да, люди нетерпеливые, все привыкли информацию получать за минуту. Смотрите, если вы, к примеру, проводите чистку, да, вот вам нужно оставить даже вот эти агарки, и утилизировать, и вместе с этими агарками, да, оставить свою благодарность. То есть тогда в лесу вы выбираете хвойное дерево, то есть обязательно, ну, колючее. То есть ель, сосна, можжевельник, что там, да, ещё может быть. Если вы проводите ритуал на наполнение, да, всё-таки вот конкретно благодарность, то тогда вы уже выбираете некое плодоносящее дерево. Это может быть яблоня, груша, слива, да, также, если не про плоды говорим, это может быть, как же она называется, осина, липа, берёза. Дуб ещё подходит, это вообще очень мощное, кстати, у дуба можно оставлять благодарность именно за родовую помощь. То есть к дубу, к кедру относятся такие самые серьёзные божества, и, как правило, это вот сила рода. Ну, это так вам заметили. Итак, да, сама процедура. То есть, к примеру, испекли вы хлеб, да. Хорошо, не испекли хлеб, да, не каждый умеет, не каждый может, не каждый хочет, ну, это был бы идеальный вариант. Вы можете купить яблоки, да, яблочки, груши, да, какие-то, ну, круто, овощи, клубнику. Вы можете купить какой-то вкусный сок, либо нектар. Опять-таки, да, вот в плане, если всё-таки вы покупаете какие-то продукты, они не должны быть плохие, да, безусловно, испорчены. То есть это то, чтобы вы кушали сами. Ну, вот, да, вот, хорошо возьмём по аналогии, по примеру, собираете вы гостей, да, либо собираетесь угостить родственников. Вы же будете самым вкусным выбирать, логично. Вот, суть поняли. То есть, берём там хлеб, да, ваши яблочки, мёд, вот ещё, да, прекрасно подходит, и несём это всё в лес, да, оставляем под деревом. Опять-таки, под каким деревом, да, я это уже всё сказала. Но, опять-таки, интуитивно, войдя в лес, если вы уже придёте в лес уже, да, с этим намерением, что я оставляю дары, да, даже уже в тот момент покупки либо приобретения, да, вот каких-то вот этих подарков, у вас уже в голове будет сидеть, да, вот некий такой инсайт, что купить на самом деле. Да, многие сильные практики, даже во рту вкус ощущают того продукта, да, вот, который, ну, который хочет божество, да, в качестве благодарности. То есть, на это тоже стоит обратить внимание. Приходите в лес, опять-таки, здесь ещё помечу, можно выбрать какую-то поляну, да, то есть, ну, дары не оставляются где-то там, да, в центре города, где ходит куча людей, да, которые, ну, во-первых, он тебя просто посмотрит, как наш ризикал, во-вторых, ну, это немножечко, немножечко не то, то есть это, скажем так, это процедура, ну, личная, сакральная, да, то есть, ну, простите, вы же там, да, вот в туалет не сядете на людях, ну, вот, может быть, не совсем удачный пример, но ввиду к тому, что это очень сакральная такая, да, процедура, как некий ритуал, оставляйте ваши дары в лесу, как правило, не знаю, птицы могут появиться, белочки, да, какие-то животные, опять-таки, вашу, да, вот эту еду, если оставлять в лесу, её, конечно, спушат животные, то есть это тоже важно, потому что животные, это, да, тоже некие, некие ключевые, даже не знаю, как сейчас сформулировать, ну, в общем-то, появление, да, скажу так, появление животных очень знаково, да, вот в момент подношения дару, вот, здесь уже, конечно, да, неважно, кто там скушает, скушает, да, и ради бога, значит, так надо, то есть я тоже высылала видео, да, и змеи могут появиться, опять-таки, да, здесь ещё тоже такой момент, позволительно, в случае серьёзных чисток, в случае изгнания бесов, да, вот каких-то уже таких серьёзных вещей, мы оставляем мясо, но в лесу. У меня уже есть такое видео, где я вам, да, наглядно высылала, но, опять-таки, это один из кучи, да, примеров, я не могу, да, постоянно снимать видео, то есть появление змей, да, и мяса, опять-таки, чтобы вас немножко не запутать, ещё раз напомню, мясо позволительно оставить в лесу, да, мясо можно оставить и откупом, но можно и в качестве даров, это уже определённые боги, определённые божества, это, ну, духом, прям, это духу леса оставляется, да, вот как повелителю леса, поэтому мясо тоже можно, но если вы оставляете мясо строго три дня, нельзя есть мясо, иначе бесы вернутся. Вот, пока это кратенькая информация, всё-таки стараюсь говорить, да, достаточно большой объём информации, ну, более сжато, поэтому не надо кидать меня тапками, если кто-то что-то не понял, да, либо кто-то с чем-то не согласен, но, опять-таки, да, это ваше мнение, ваш выбор, вы можете оставить комментарии, разберём, да, более подробно, потому что, ну, здесь вот, знаете, как палка на двух концах, кто-то поднимает, а кто-то вообще, вообще, господи, о чём вы говорите, да, то есть, ну, всё в этой жизни случается первый раз, поэтому самое основное я, надеюсь, до вас донесла.